Это главное детище Григория Рубакидзе. Признается, что работал над ним 7 месяцев. Его коллекция давно не помещалась дома, поэтому пришлось превратиться в дизайнера, архитектора и строителя. Ведь все эти мосты, замки, дворцы, морские гавани создавались в соответствии с реальными рисунками, эскизами и чертежами. Каждый день мы что-то меняем, что-то добавляем. Прибывают солдатики новые коллекции. Сейчас мы ждем еще колесницу кельтскую. Наверху, как вы видите, на портале где-то около 400-500 солдатиков, они представляют антику. А потом уже внизу вы можете наблюдать практически полную коллекцию 40 мм, которая представлена уже в средневековье, эпоха Ренессанса и все такое. Включают даже 20 век. Поэт и продюсер Григорий Рубакидзе может часами о них рассказывать. О лавяных солдатиков он собирает с самого детства. Сейчас их больше 4000, а начиналось все в далеких 70-х. Тогда из ГДР мама Нана привезла школьнику первые коллекционные экземпляры размером 40 мм. Позже за солдатиками последовали идеи, потом короли, Нана Рубакидзе и сегодня помогает сыну. Он играл часами, мог строить деревни, там бои какие-то, баталии и так далее и тому подобное. Ну я поощрала, естественно, потому что я думала, что этим развивается. И вот это развитие перешло, не знаю, в коллекционерство. Нет, это уже болезнь какая-то, потому что если бы видели, вы как помните, 7 месяцев трудился, не покладая руками, ночами не спал. В музее именно Нана Рубакидзе экскурсовод. Когда-то на этом месте был сырой подвал. Сделали ремонт, вывели плесень и стали осуществлять мечту. Дать возможность и другим посмотреть на эту коллекцию. Григорий говорит, что о прибыли пока речь не идет. Все деньги он вкладывает в производство серии грузинских царей, писателей, героев сказок. В самом начале, когда я превратил, как бы, это увлечение под тело, мне сказали, навелись терпением в первую очередь. Потому что, да, тело есть дело, однако это дело требует к себе еще большего терпения, чем любое другое. Потому что собирательство однозначно требует огромных усилий и огромного времени, что самое главное. Потому что производители каждый раз что-то новое придумывают. Включая нас тоже, грузинское литье, то есть ее королево. Мы каждый раз пытаемся быть новыми. Этот роскошный дворец грузинских князей появился благодаря друзьям-художникам. Точная копия главной достопримечательности города Зубдиди на западе Грузии. В бассейне плавают живые рыбки. В экспозиции, конечно, представлены и советские мини-игрушки. Есть в диораме, например, сцена обороны Севастополя. Такими солдатами гордились все мальчишки 70-х. Григорий из их числа. Для него детское увлечение превратилось в дело жизни. Михаил Рубакидзов, Веча Самадашвили, Стартап Грузия.